Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Результат 1 И второе число Которого Результат 37 Десятичная запись Для тех, кто еще этого не знает Как вы поняли Открывайте Википедию Вот И можете Ознакомиться, что такое Десятичная запись Просто это время терять Мы не будем на этом Довольно-таки Сложная и обширная тема Таблица сложения Как оно выглядит Ну и так далее Так что Кто хочет Сможет открыть С этим ознакомиться Там есть Десятичная Шестеричная Система исчисления Двоичная Вот Это уже более Сложная математика А мы с вами продолжаем Итак То, что у нас сегодня С вами есть Это Надо проверить Насимметричность числа Самое стандартное Что мы первое делаем Мы должны спросить У пользователя Что мы от него хотим Это Систем Аут ЛМ И Просим Сделать Видите Число Мы считываем Его Также Стандартным Возьмем Возьмем Ой, что я пишу? Нерунду пишу. System in. System in. Вот так вот. После этого точка с запятой. Каждый раз старайтесь всегда следить за тем, какие вы, ну, как вы пишете, чтобы не зашиба. А то вот, к примеру, был такой случай, мне написали. Написали вот так. И не могли найти потом ошибку. Будьте немножко внимательны. И теперь переходим к нашей основной формуле. А, нет, надо нам еще определить переменную, на которую мы присваиваем введенное нами число. Вот, и теперь переходим к формуле. Для этого мы вводим очередную переменную, которой мы будем присваивать результат. Итак, формула довольно-таки сложная, потому что нам нужно вычислить десятичную запись. Для этого мы с вами начнем. Берем с самого начала, берем наше число, введенное, и делим на одну тысячу. После этого мы, это уже наше число, введенное, делим по модулю без остатка. И после этого все это вместе мы умножаем на очередные скобки. А в скобках у нас наше число деленное на одну тысячу. Понимаю, что сейчас многим из вас это все непонятно, но это десятичная система счисления, и будет даже вам просто самим интересно немного разобраться в этом. И таким образом у нас получается вот такая большая длинная формула. Если кто-то из вас присутствующих и других смогут это все записать в более коротком варианте, это будет приветствоваться. знают, что вы не глупые, вы это сможете, если захотите очень сильно. Поэтому каждому из вас будет такое небольшое задание для тех, кто хочет, естественно. найти возможность записи в более коротком виде этой формулы. минус, минус, вот. n у нас деленное на 10 и деленное на модуль без остатка, как вы помните. и прибавляем в конце единицу. Да, формула вот как-то так, чтобы влазила в одну строчку. Это математика. На самом деле в университете у нас был целый предмет. Мы проходили целый семестр, это с сентября по декабрь изучали вот эти системы счисления. И в день, в день, в неделю у нас было по 3, по 4 занятия. Поэтому, да, я понимаю, что сейчас вам это будет довольно-таки сложное понятие. Но надо постараться. запускаем. вводим число. Но у нас ему 3 чля, оно вывело единицу. Попробуем еще одно число. Там следующее число было 2008. Выводит 37. Да, вот такая вот у нас задача. Вы хорошо подумайте, попробуйте при желании как-то вот эту десятичную, двоичную. Потому что это математика. Перевод из системы счисления нашей привычной в десятичную. Десятичная система счисления считается от 0 до 9. И все вот эти цифры, они как-то записываются. Вот смотрите, давайте проведем эксперимент. Система системы степичная двоичная к примеру. вот пусть будет двоичная, пусть будет десятичная. вот так. Результат один. То же самое можно поэкспериментировать с десятичной. Вот проведем 37, ну, пусть в шестнадцатеричную. Какой результат у нас будет? Окей. Двоичная, ну, правильно? Ну, десятичная. Где она тут? Десятичная в шестнадцатеричную. результат 25. Видите? Все наши счисления, они будут как-то отличаться. в четырехвичной системе. Допустим, такая восьмиричная, троичная, двоичная, шестнадцатеричная, двоичная, десятичная. И так можно экспериментировать. В общем, сами перевод, сам перевод там очень сложный, как на мой взгляд, формулы, но при желании можете разобраться. Потом допустим, какую еще получится двести десять. в общем, смысл у нас такой. Еще. шестьдесят один. Видите? Тут формулы для перевода из одной в другую, поэтому объяснять сейчас вы должны в этом разобраться. смотрим смотрим другую задачу. Потому что, почему нет, спросили, потому что это система исчисления. Это наша обычная система исчисления, и мы перевели в десятиречную систему исчисления. формулы. формулы. исчисления. обычная система исчисления. Позиционная система счисления по целочисленному основанию 10. Одна из наиболее распространенных систем. Не используются цифры от 0 до 9, называемые арабскими цифрами. Предполагается, что основание 10 связано с количеством пальцев в руку человека. Вот, в принципе, вот. К вопросу, что такое 10-ричное. Также есть 2-ичное, 3-ичное, 16-ричное и так далее. Большое количество этих числений. Вот они все эти формулы. При решении с этими формулами можно решить. Поэтому я вам говорю, что мы не будем разбирать эти формулы. Если есть желание, самостоятельно. В конце концов, вы всегда сможете выход найти в интернете готовые формулы решения. Следующее. Проверим делимость. Даны два натуральных числа. М и М. Если одно из них делится на другое, нацело, мы должны будем вывести один. Иначе вы видите любое другое целое число. При решении этой задачи нельзя использовать условный оператор ИФ. Это было бы очень легко, используя ИФ, цикл. И смотрим. Даны два натуральных числа. 2 и 8. Если они делятся нацело, один на другой, выводим один. Как решать? Открывайте Google и ищите формулы. Выход в интернет есть у каждого. Если вы сейчас здесь на уроке присутствуете, или потом будете просматривать это видео. Если вы смогли просмотреть это видео, присутствовать на уроке, значит, у вас есть интернет. И вы всегда сможете найти эти все формулы на любом языке программирования. Открывайте и ищите. И смотрите, какие формулы вам подходят, какие не подходят. Все ясно? Конечно, в идеале. В идеале. Если бы вы учились, допустим, 5-6-7 лет в университете на программиста, вы это все должны были бы решать в голове. Эти все формулы. Ну, как это правильно сказать? Вы бы уже все это понимали. Но сами понимаете, у нас нет 5-6 лет на изучение всего материала. Поэтому эти формулы мы находим в интернете. Вопросы? Продолжаем. Итак, сделаю вот таким вот образом, чтобы не перепечатывать каждый раз. здесь только поменяю на а. И введем еще одну переменную, потому что там два числа. И опять у нас большая формула. Формула для проверки, делится ли число на цело. На цело без остатка. Этим мы проверяем, как его называют, вот этим, как вообще скажу вам, знаком процента, деление без остатка. Ну, вы поняли, выведение потом для решения этого всего. Итак, и вводим нашу переменную. мы будем проверять. Получается, верхняя часть деления и нижняя часть. Они должны делиться без остатка. Что введенное нами N, что M. вот, делим сейчас M на N. На N. но, сами понимаете, бывают случаи, что они все-таки не делятся, поэтому мы должны еще и остаток проверить. Остаток с помощью такого деления. после этого мы вводим уже умножение. Кстати, если хотите, вы можете это проверить на листочке в математическом варианте. Взять какие-то две цифры и вот так вот на листочках проверить делимость без остатка. И что получится? Какой будет результат? Да, я понимаю, что вы сейчас смотрите на эти формулы, но формулы они будут всегда и эти все длинные сложные формулы такие как в десятичном из обычных в десятичную перевести можно найти в конце концов в интернете. Хотя да, опять же говорю, что если бы вы учились в университете на программистах, это были бы отдельные там, или математики, это были бы отдельные предметы, где бы вас этому всему научили. И проверяем. Так как мы сейчас все это решаем арифметические операции? Естественно, нет смысла углубляться сейчас более в математику. Так, 2,8 должен был вывести 1. Смотрим. Стали бы вывести 1. Сработал. И следующее 8,2 8,2 8,2 в самой задачи, в самой задачи. Иначе вы выведите любое другое целое число. Как видите, мы с вами вывели целое число. Любое целое число. Поэтому то, что здесь 1, это может быть и 2, и 8, и так далее. Еще проверим как вариант. 7, как 2. тоже пятерку выводит. С этим поняли? Всегда читайте внимательно. Два натуральных числа. Если делится на целое, единица. Иначе вывести любое целое число. Вот и все. Итак, задача на максимум. тут тоже будет формула. Итак, напишите программу, которая считывает два целых числа А и Б. И выводит наибольшее значение из них. Числа целые от 1 до 1000. Вот смотрите. входные данные 8 5 Самое наибольшее 8 Входные данные 5 5 Стандартно это будет пятерка. Если мы введем например 9 3 он выведет 9 потому что тут нужно вывести именно наибольшее число. Что нам тут пишут? При решении задач можно использовать только целочисленные арифметические операции и так далее. они. Нельзя пользоваться линейными конструкциями ветвей, линейными циклами, функциями вычисления, модула, излечения квадратного корня. Итак, опять у нас будет два числа, которые вводит пользователь. И опять наши любимые формулы. Вы обещаете формулы почти последних задач. Итак, кстати, в задачах, которые я дала на самостоятельное изучение, там не должно быть такого количества формул. все вроде просто. Перейдет плюс. Вы хотите похожую задачу на эту именно поискать, удостовериться в том, что эти формулы есть в интернете, и вы сможете их найти при желании и решить по этим всем формулам. Хотите такую задачу? Как вы помните, может быть, помните из математики, что если бы мы, например, без скобочек дополнительных приплюсовали, он бы приплюсовал только нашу M. Поэтому у нас такое количество скобок. Чтобы быть наверняка уверены, что он сделает то, что нам нужно, посчитая. Кстати, тоже будьте внимательны, когда будете вводить такие формулы, если где-то упустите скобочки, это может сыграть роль в том, что будет ответ неправильно. Вроде формула правильная, но вы упустили сами скобки. Сейчас я вам это демонстрирую. Сейчас пишем правильно и уберу скобки. Итак, нам нужно вывести наибольшее число. Итак, введем 8 8 кубок. Он нам вывел 8. Возьмем отсюда 8 и 5. 8 и 5. Выводит 8. А теперь что я сделаю? Я удалю какую-нибудь скобочку. запускаю. Теперь запускаю. А, нет, видите, правильно посчитал. Я лишь запускаю 5. Тоже правильно. Видите, я сфере кубок накладила кучу кубок. Ну, ничего, зато главное перестраховаться, ну, как сами понимаете. Как видите, все можно намного проще. Итак, у нас есть еще одна задача на сегодня. Надо успеть за 9 минут. Насчет этой задачи. Тут я, видимо, с перепугу накладила кучу скобочек. Ну, бывает. Как видите, тоже сработало. Итак, наша следующая задача. Пока время еще есть. 8 минут. Мы переходим к новому блоку. задачу навод вывод мы закончили. Переходим к условным операторам. В одной из прошлых лекций условные операторы мы с вами разобрали. Итак, смотрим. Даны два целых числа, каждое число записано в отдельной строке. Вывести наибольшие из данных чисел. Вот сейчас, как видите, мы будем использовать условный оператор. И вы увидите, что формула здесь уже будет легче. Итак, приступаем. Повторяю, даны два целых числа. Любые два целых числа. И нам нужно вывести наибольшее число. Итак, что нам нужно? Нам нужно опять введите числа, подняю их на А и Б, как задача А и Б. И теперь будем использовать наш оператор. Оператор И. Люблю я этот оператор за его простоту. Как помните, как помните, в прошлом была очень длинная формула и, скорее всего, непонятная. А сейчас будет все понятно. если А будет меньше Б, мы выводим сообщение System Out LF. Выводим подскажите, какое мы должны вывести тогда значение? Нам нужно вывести наибольшее. И мы в условии в первом, если А меньше Б, правильный Б будет. И теперь мы используем наше ключевое слово Else. Идет продолжение. Иначе. Другими словами это иначе. А иначе какое мы должны вывести данную? А правильный А и здесь мы выводим А. Вот и все. Вся наша задача. Как видите, в этом случае все четко, ясно и понятно. Я надеюсь, вам понятно, как мы решаем эту задачу с помощью оператора. Числа 5, 3, выводит 8. Уже не успеваем, осталось немножко минут. Хочу вам напомнить, что такое И. И. Это первое мы выводим логическое выражение «Если истина, иначе местный ложь». Сам синтаксис будет. Опять же, это было в одной из прошлых уроков. Вот его синтаксис. Вы должны это запомнить при использовании в дальнейшем логическое выражение. Вот само условие, которое должно выполняться. Открываются фигурные скобки и здесь записываются «Если истинно». Иначе, то есть если выражение не истинно, это у нас ключевое слово «else», иначе, если ложь. «Если истинно». Вот как оно записывается. Сам конструктор «Efelsen» в двух словах позволяет в зависимости от некоторого логического значения выполнять различные части программного кода. При дальнейшем мы будем очень часто использовать их. Он очень удобен и понятен. Вопросы по «Еф» есть? «Еф» подряд. Вот. Но я делаю пробел и нажимаю «Enter». И он сам выравнивает так, как ему нужно. Это для использования, для удоба читаемости используется. Я просто не помню комбинацию клавиш, который автоматически выравнивает все эти значения, как они должны выглядеть. Еще вопросы? Две минуты осталось. Вопросы есть? Сейчас следующие задачи мы будем уже решать с условными и тратками. Понял. Для удобности нет. Это не влияет на работу в соцсетях. Просто для красоты именно вот так нужно. Его еще называют выглокодинг и так далее. Если некрасиво, они могут поправлять постоянно. Поэтому вот как-то так. Я к следующему занятию обязательно уйшала наеду. Комбинация клавиш не ну чтоб не так руками выравнивать, а именно с комбинацией клавиш очень удобно и это полезно. Еще вопросы есть? Минута. Если вопросов нету, все. Ассаламу лейкум рахматулатель и барракат рада была сегодня вас всех видеть. До следующего урока. 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 Урока.